привет всем охотникам есть у меня вот такая гильзочка латунная она не новая ее уже снаряжали ранее 12 калибр длина 70 миллиметров таких гильз у меня есть еще примерно пару десятков сейчас хочу заняться чисткой этой гильзы чтобы в дальнейшем использовать ее на охоте данный тип гильзы был разработан под капсуль центробой это маленький капсуль который был создан для дымного пороха сейчас же дымный порох используют очень редко и мощности вот этого капсуля для современных порохов уже не хватает потому предлагаю сделать небольшую модернизацию данной гильзы под вот такой капсуль живело этот капсуль намного мощнее чем центробой потому его мощности хватает для воспламенения любого современного пороха габаритные размеры вот этого капсуля вы можете видеть на экране диаметр гильзочки самого капсуля 5,6 5,7 миллиметра потому посадочное место под капсуль нужно будет делать диаметром 5,5 миллиметров перед тем как начинать что-то делать нужно проверить состояние самой гильзы то есть нету ли подутостей и как она входит в патронник для этого берем ружье моем случае это лишь 18 это ружье с строгим патронником и если гильза в него будет входить нормально то в любой другой патронник оно также будет входить нормально как видим никаких проблем нету гильза вполне нормальная то есть можно продолжать работать итак вот такое сверло будем применять диаметр сверла 5,5 миллиметров сверло предназначено для сверления мягких металлов таких как алюминий или латунь итак посадочные места под капсуль готово теперь вокруг отверстия нужно снять фаску чтобы шляпка капсуля пряталась заподлицо с гильзой для этого я буду использовать сверло диаметром 10 миллиметров ну вот и все на этом доработка гильзы закончена теперь нужно сделать полировку гильзы чтобы она была блестящая и красивая вот такой результат получился после полировки гильза как новая несмотря на то что я ей уже больше чем 70 лет теперь давайте снарядим эту гильзу капсулем жавело и посмотрим как она будет смотреться вместе с капсуле для этого мне понадобится очень простое устройство которое называется ups 5 вот такой результат получился шляпка капсуля почти заподлицо с донцем гильзы есть конечно небольшое выступание но я думаю это не критично и ружье закроется также такая гильза чем-то напоминает мне гильзу от нарезного патрона в любом случае буду тестировать и смотреть как будут себя вести такие гильзы на моих охотах кому понравилось видео подпишитесь на канал поставьте лайк и напишите комментарий всем спасибо за внимание всем пока